добрый вечер добрый вечер дорогие дорогие мои ученики добрый вечер меня слышно слышно хорошо слышно видно отлично сегодня я вам хочу рассказать про нашу недельную главу ваяк и собрал и собрал муж и он собрал всех евреев и он передал евреям повеление ашема муж и повед передал им повеление ашема о том что 6 дней должна делаться работа а 7 день он свят свят для ашема никакую работу никакую милаху делать в этот день нельзя почему муж и вдруг снова заговорил про то что что уже было сказано евреи уже знали что субботний день это святой день в которой в которой не положено делать милаху почему вновь муж и об этом заговорил дело в том что перед этим рассказывается как ашем повелел муж и строить мешкан мешкан переносной храм в пустыне и могли бы евреи подумать что для такой святой вещи как построение мешкана у для этого даже 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 в шаббат можно совершать милаху поэтому специально отдельно ашем сказал повелел передать всем евреям что то даже для постройки храма нельзя нарушать шаббатний день. Если шаббатний день, он настолько велик, настолько важен, что даже постройка храма не может его отменить, то тем более наши повседневные заботы и дела не могут быть важнее шаббатнего дня. И все эти 39 милоход, помните, я вам начал на уроках мировоззрения рассказывать про 39 милоход, которые запрещено делать в шаббат, мы их учим из тех милоход, которые применялись при постройке храма, при постройке Мешкана. Может быть, мы могли бы сказать, может быть, кроме этого запрещены еще какие-то дополнительные милоходы, еще какие-то дополнительные действия. Есть у нас правило. Правило, переданное мудрецами, это правило устной Торы. Что если у нас есть какой-то пример, который дала нам Тора, по которому мы что-то учим, мы не можем из этого примера выучить что-то большее, чем в нем говорится. Так вот, как раз это повеление, это повеление, несмотря на строительство Мешкана, несмотря на строительство Мешкана, исполнять шаббат, оно является у нас тем самым примером, тем основанием, из которого мы учим все запрещенные в субботу действия. Какие из них, да, называются Мелоха, какие не называются Мелоха. Все те действия, которые применялись, которые были необходимы для того, чтобы построить Мешкан, они и являются теми самыми милоход, которые запрещены в шаббат. Не больше и не меньше, не больше и не меньше. И когда мудрецы посчитали все эти действия, то выяснилось, что они ровно-ровно-ровно 39 милоход. После этого, после этого, Тора нам говорит, Ашем продолжает нам повеление и говорит, и не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботний. Если Ашем уже сказал запрет на все 39 милоход, почему снова отдельно говорится про огонь? Ведь понятно, что зажигание огня – это одна из тех самых 39 милоход, милоход, что без него, без зажигания огня невозможно многие из них сделать. Почему вдруг Тора снова отдельно нам напоминает именно про огонь, что нельзя его зажигать? Есть несколько объяснений, есть несколько объяснений, почему нужно было, почему обязательно было необходимо повторить этот запрет. Одно из объяснений, о котором я хочу вам сегодня рассказать, оно связано не с обычным огнем, не с тем огнем, который мы зажигаем спичкой, а с тем огнем, который, не дай бог, мы зажигаем своим поведением. Какой огонь мы зажигаем своим поведением? А? Не понял? Нет, 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 нет. Я вам сейчас скажу, какой огонь мы зажигаем своим поведением. Что, кого-то и человеков можно зажигать. Ага, когда мы начинаем говорить, ты сделал мне так, ау, нет, это ты мне сделал так, ау, начинаем злиться один на другого, ау, это называется огонь ссоры. Огонь ссоры. Нас Тора предупреждает, что в шаббат нельзя зажигать не только огонь спичкой. В шаббат ни в коем случае нельзя зажигать огонь ссоры. Ни в коем случае нельзя зажигать огонь злословия. Нельзя обижать другого еврея. Нельзя, нельзя ссориться и драться. Мы знали, что, что и в течение всей недели, как вы думаете, в течение всей недели можно ссориться, драться или злословить? Конечно же нет. Конечно же нет. Но особенно, особенно это нельзя делать в шаббат. Особенно, особенно этого нужно избегать в шаббат. Вы знаете, что злодеи, злодеи, которые натворили много-много-много злодейств в этом мире, и когда они поднимаются на суд небес, на суд Ашема, то, чтобы исправить их злодеяние, многие из них отправляются в гейном. Гейном – это такое место, куда Ашем отправляет злодеев, чтобы исправить, чтобы излечить их души от того зла, которое они натворили. И только после этого гейнома они смогут войти, исправивши все, только после этого они смогут войти в Ган-Эден, в Эденский сад. В этом гейноме они, самые-самые закоренелые злодеи, они не могут там находиться дольше, чем 12 месяцев. Дольше, чем 12 месяцев. Больше одного года там находиться невозможно. В этом гейноме пылает огонь. Необычный огонь материальный, нет, духовный огонь. Огонь стыда и раскаяния за те поступки, которые совершили злодеи в этом мире. Но вы знаете, даже огонь гейнома, он потухает, погасает в шаббатний день, в шаббат никого не наказывает Ашем. В шаббат это день, день отдыха. И даже огонь гейнома, он гаснет в шаббатний день. Если, не дай бог, не дай бог, кто-то совершает злодейство, злой поступок в шаббат, он как будто бы как будто бы как будто бы разжигает огонь в гейноме. Он как будто бы разжигает огонь в гейноме. И Тора нас предупреждает, еще и еще раз напоминает нам не зажигать в шаббат огня. Какого огня? Того самого огня. Огня ссоры, огня геенома, того огня, который запрещен в этот прекрасный день отдыха. После того, как Моше передал эти важные-важные-важные повеления евреям, после этого он продолжает им объяснять и наставлять их, как нужно построить мешкан. Какие именно материалы нужны для постройки и как должны выглядеть все детали, все те вещи, которые внутри мешкана. Вы помните, что мы об этом уже говорили. Все это один раз уже было сказано и сейчас это повторяется второй раз. В первый раз это было сказано, как Ашем передал это Моше, а сейчас Моше передает это всем евреям, всему еврейскому народу. Почему? Почему два раза это повторяется? Потому что Ашем хотел спрятать в серединку между работой над построением храма и между работой над построением храма в серединку. Вы помните, что он спрятал? Что Ашем спрятал в серединку? Грех золотого тельца. О, совершенно верно. Грех золотого тельца. Ашем спрятал его в серединку и с двух сторон его окружил заповедями и такими важными заповедями, как построение храма. Я уже говорил вам, что храм, он был с самого начала, должен был быть построен. Если бы евреи дождались, им не хватило два дня, дождались бы, когда Моше спустится с горы Синай, то они тут же получили бы храм. Вместо этого они поторопились и сделали этого тельца. Вместо этого они поторопились и сделали этого тельца. Но и телец, и храм, они предназначались для одной цели. Для того, чтобы установить связь между нами, людьми, евреями и между Ашемом. Вы помните, что Ашем, он в конце концов разговаривал с нами из Мешкана. Его голос исходил над крышкой Ковчега Завета между двумя ангелами, между двумя керувимами. Оттуда выходил голос Ашема. И каждому, 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 с кем Ашем говорил, с кем Ашем, кого Ашем хотел, чтобы его слова были услышаны, они входили каждому точно в его ушки. Так вот, этот самый телец, он тоже был предназначен евреям. Понимали, что нужен какой-то посредник между ними и Ашемом. Потому что вы помните, что евреи не могли вынести всей святости Ашема. И когда Ашем начинал говорить с ними напрямую, то они падали и теряли сознание. Они понимали, понимали, что нужен какой-то посредник. Они ошиблись в одной вещи. Они ошиблись в одной вещи. Вы знаете, я вам уже рассказывал или нет, что у трона Ашема, Ашем на небесах, у него есть прекрасный трон, на котором есть очень важные для всего мира изображения, которые символизируют самые-самые важные вещи, на основе которых построен мир. Вы знаете, что у трона Ашема есть четыре грани, четыре стороны. Как у нашего стула есть четыре ножки, четыре стороны, так и у трона Ашема есть четыре стороны. И на каждой из этих сторон символически изображен какой-то царь. На одной стороне трона Ашема изображен лев. Лев это царь кого? Царь зверей. Совершенно верно. На другой стороне трона изображен орел. Орел это тоже царь. Это царь кого? Птиц. Совершенно верно. На третьей стороне трона Ашема изображен бык. Бык. Он тоже царь. Он царь домашней скотины. И на четвертой стороне трона изображен человек. Не просто какой-нибудь человек, а изображен там наш праотец Яков. Который является царем кого? Людей. Людей. Совершенно верно. Так четыре царя изображены. Изображен лев, орел, бык и... Да, что хотел спросить? Повек. Да, что хотел спросить? А почему Яков для Авраама нет? Честное слово, я не знаю. Не знаю. Я не знаю, почему именно Яков. Наверное, потому что от Авраама, кроме праведника Ицхока, пошел и не такой уж и праведник Ишмаэль, да? От Ицхока, кроме праведного Якова, пошел Эйсав, злодей. От Якова пошли все его двенадцать сыновей. Они были праведниками. Может быть, именно поэтому именно Яков, он изображен на престоле, на троне Всевышнего, на троне Ашема. Так вот. Так вот. Каждое из этих изображений, оно символизирует, кроме того, что оно символизирует царей, оно символизирует еще какое-то, какое-то очень важное качество Ашема, которое обращено в наш мир. И вы знаете, что бык, бык это символ суда. Строгого, строгого, строгого суда. Вы помните, кто, кого Яков, праотец Яков, кого он сравнил с быком? Яков, кого он сравнил с быком? Кого он назвал быком? Когда он благословлял своих сыновей? Йосефа. Почему Яков сравнил Йосефа с быком? Потому что бык это строгость суда. Всю свою жизнь Йосеф, он прошел по самой-самой-самой-самой строгости суда перед небесами. Если другим сыновьям прощались всякие ошибки и грехи, которые они, не дай бог, совершались, то Йосефа Ашем судил по самой строгой мерке. За малейший его недочет он сразу, тут же на месте, без задержки получал наказание. Вы помните, что он сказал всего два лишних слова. Он попросил веночерпия, чтобы напомнил о нем фараону. И за это он сразу получил два лишних года в темнице. За любой его малейший-малейший малейший-малейший оплошность, малейшую ошибку, он тут же на месте получал наказание. И в отличие от всех людей, почему Ашем не сделал весь наш мир, Бомидат-1, под знаком суда? Потому что мы не можем этого вынести. Для нас Ашем увидел, что мы не сможем так выжить. Йосеф, он всю свою жизнь прожил под знаком суда, Бомидат-1. Так вот, бык, он олицетворяет суд. А что обозначает, а олицетворяет человек на троне Ашема? Вы помните, что Яков, он олицетворяет у нас милосердие. Милосердие Ашема, его прощение, его ожидание, когда грешники смогут исправить свои грехи. Ашем не наказывает нас сразу же. Он дает нам много-много-много времени, чтобы мы смогли исправить свои ошибки, исправить свои грехи. Это олицетворяет человек. Это олицетворяет Яков. Так вот, когда евреи, когда евреи пытались создать связь между собой и между Ашемом, они по ошибке, по ошибке подумали, что они могут идти по самой-самой строгости сюда. И, значит, их связь с Ашемом, она будет... Символом этой связи будет кто? Будет бык. И именно поэтому у них вышел теленок, сын быка. Потому что они думали, они думали, что они могут выстоять перед судом Ашема. На самом деле, на самом деле это было не так. На самом деле нам необходимо, обязательно мы не можем без этого выдержать, нам необходимо милосердие Ашема. И когда Ашем дает нам мешкан, то там мы видим, то там мы видим другой символ. Мы видим символ человека. Мы видим символ двух младенцев человеческих. Где мы их видим? Где в мешкане был символ этот? На крышке ковчега. А, совершенно верно! На крышке ковчега были два этих керувима. Вы помните, керувим это керувия, как малыш, как младенец. Два младенца, мальчик и девочка, которые смотрели друг на дружку. Так вот, так вот, это символ милосердия Ашема, его прощения, его доброты, которую он обращает к нам. Именно оттуда выходил, выходил голос Ашема. Теперь вы понимаете, почему телец, эта история с телецом, она спрятана внутри рассказа про мешкан. Потому что на самом деле, на самом деле, он должен быть был мешканом, и только по ошибке, по ошибке у них вышел этот телец. Потому что они думали, что они могут устоять всю жизнь Бомидат-1 перед строгим судом Ашема. Ай! каким прекрасным был этот храм, этот мешкан, переносной храм. У него было три покрытия, три покрытия, которые сами собой вставали прямо в воздухе. Когда его, когда его строили, то сначала, сначала брали, брали собранные собранные из полотнищ такую огромное-огромное покрывало, которое, собственно, и называлось мешкан. О! Этот мешкан, его только взмахивали, встряхивали им в воздухе, и он сам становился прямо в воздухе по форме, по форме домика. Ничего его изнутри еще не поддерживало. Еще не были поставлены, еще не были поставлены столбы, на которых он лежит. Сам он вставал прямо в воздухе в точности в ту форму, в которой он должен был быть. После этого его покрывали шатром. Шатер был чуть-чуть побольше, чем мешкан. Он тоже был собран из полотнищ. О них очень-очень подробно рассказывается и в предыдущих главах, и в нашей главе, как они были устроены, из чего они были сделаны, и как они были сшиты между собой, скреплены специальными скрепами. Все это рассказывается и в нашей главе, и в предыдущих главах. Первое покрывало называлось мешкан, второе шатер, огель, и сверху на это еще клалось покрывало, которое называлось мехсе. Мехсе оно было сделано из очень-очень-очень-очень красивых шкурок. Только в то время, когда строили мешкан, когда его готовили, вдруг прямо в пустыне появился зверек. зверек, которого не было никогда раньше и никогда после этого больше его не видели. Это разноцветный зверек. Разноцветный, разноцветный, у него шкурка была такая. Тахаш, совершенно верно. Этого зверька называли Тахаш. Появился этот зверек, которого ловили из шкурок этих Тахашей, из них разноцветных, таких особенных, каких никогда больше раньше не было и не будет никогда. В будущем из них сделали этот верхний покров, это верхний покров мешкана, верхний покров храма. И еще там же в пустыне водились олени. Олени непростые, олени с красными шкурками. Очень очень красивые. Так вот, из шкурок Тахаша и из шкурок красных оленей из них был сделан, из них был сделан, это покрывало верхнее. Сейчас я вам, сейчас я вам покажу, сейчас я вам покажу, как это, как это было. Так. Вот такие полотнища связанные, связанные из разноцветных нитей с различными символами. Вы видите, что здесь есть и львы, и орлы, и были там образы ангелов, но не скульптуры, а картинки. Из них собиралось вот такое огромное полотнище, два огромных полотнища, которые скреплялись специальными скрепками. Вот тут видно эти скрепки, которые скрепляли две половинки этих полотнищ. это был мешкан. Потом на него сверху ложился оголь. Видите, какого он цвета? Он совсем по-другому выглядит. Первый это был мешкан, второй оголь. Он тоже состоит из двух половинок. Вот здесь видно, что покрывается мешкан оголем. и сверху на все это ложилось вот это чудесное покрывало, которое называется Мехсе. Мехсе. Вот оно. О, я вижу, что у Арии Залмана есть точно такая же книжка с такими замечательными рисунками. Вот они. В нашей главе рассказывается про все, про все, про все части мешкана и про все вещи, которые в нем внутри. И рассказывается, кто их должен был построить. Ашем повелел, Ашем повелел, он выбрал из всех евреев, он выбрал Бецалеля, сына Урии, внука Хура. Вы помните, за что он его выбрал? За то, что его дедушка Хур совершил великий подвиг. Да, он совершил кедуш Ашем. Кроме того, сам Бецалель, он тоже был праведником, и он очень, очень, очень старался и хотел исполнить волю Ашема. Все у него был помощник. У него был помощник Агалиав. Агалиав, сын Ахисамаха из колена Дана. Почему именно из колена Дана? Бецалель, он был из самого главного колена. Из колена Иуды, из колена царей. Алиав был из самого большого колена, из колена Дана. Колено Дана они шли последними, последними они шли в пустыне и они оберегали евреев всех остальных, что если кто-то отставал от своего колена, то они их подбирали, подбирали и помогали им идти, чтобы никто не отстал и не остался один в пустыне. Колено Дана выполняло очень-очень важную работу. Оно охраняло евреев сзади, они шли последними. Так вот, из этого колена был выбран второй помощник. И несмотря на то, что их выбрал сам Ашем, прежде чем они стали во главе строительства, Ашем сказал так Муше, что прежде чем они встанут во главе строительства, ты должен спросить у евреев, согласны ли они, чтобы эти два праведника возглавили строительство Мишкана. Посмотрите, сам Ашем их выбрал, и сам Ашем сказал, что поставить их во главе можно только с согласия всех евреев. Конечно же, евреи согласились, они обрадовались, что два этих праведника будут руководить строительством Мишкана. Но мы учим из этого, что нельзя поставить над общиной начальника без согласия общины. Обязательно, обязательно евреи должны знать, кто будет их начальником и согласиться или не согласиться. Если они увидят, что он недостойный, то не согласятся. В нашей главе рассказывается, как освещали, освещали все детали, все детали этого храма, Мишкана, как их помазали особым специальным маслом, чтобы они были святы для работы. Есть еще много, что рассказать по нашей главе, но сегодня я уже это не успею. Я вам потом потихоньку, потихоньку все-все-все подробности расскажу на уроках на уроках Сипурей Тора. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok